Поздравлял своих земляков, дагестанцев и всех мусульман с праздником Розабэра. Желаю вам здоровья, счастья, и чтобы всё было хорошо, и дома, чтобы было благополучно. И дети, и внуки ваши росли здоровыми, счастливыми, вопреки всем обстоятельствам. Дай вам Бог здоровья. И всем тоже. Мы же школа человек будущего, хомофутурусу, за мир и дружбу на планете, за сохранение разума на земле. И мусульман, и христиан, и уидеев, и буддистов, всех-всех-всех людей, и тех, которые вообще атеисты, как я обычно говорю, и таксисты, и министры, и шахматисты, и штангисты. И маленькие-маленькие дети, чтобы все были здоровы, счастливы. Дай Бог всем здоровья. А вот я хочу сказать вам, что как раз таки с Николаем Сорокином мы для того, чтобы дагестанцы, дагестанцы, как кузница межнациональных отношений. Да, единственное в стране, между прочим. Чтобы дагестанцы, мои земляки, и все, кто хочет, поучаствовали в нашем Зуме. Зум будет сброшен во время открытой трансляции 4 мая. И там Николай Сорокин, мой друг, активист школы Человек будущего, Homo Futurus, будет модератором, и там не только он будет модератором, он мне сказал, еще кто-то там будет модератором. Значит, а я буду там как гость. Ну, это будет очень полезно для всех, потому что там будет речь идти о очень серьезных вопросах, которые помогут нашему будущему. Чтобы нам было лучше, легче, да. Вы знаете, там будет и мой друг Хилтонин Валера, вот с такой бородой, как он может, если запоет, так поет громко, так громко поет. Который еще в первых своих статьях, которые обо мне были в «Комсомольской правде» много-много лет назад, хорошие слова про меня писал. Там будет, да, там будут вообще и мои друзья, вы посмотрите, очень интересные люди. Дай Бог, чтобы все получилось, и, пожалуйста, вы 4 мая выходите на мой YouTube-канал. А там как раз во время открытой трансляции как раз зум будет сброшен, и все мы там соберемся. Еще хочу сказать. Я это вам приготовил, друзья, и в следующем ролике я об этом скажу. Очень интересную встречу с мистером Пилотом. Мистер Пилот, мы с ним год назад общались в это же время, примерно в апреле. И мы с ним сделали тогда определенные беседы, такие интересные. Это не простой человек, он очень гуманист, оптимист. Ну, короче говоря, очень содержательный, глубокий человек, и поэтому мы сружились и сейчас, через год, на его YouTube-канале. Ну, потом я ссылку тоже сброшу, и потом мы это видео, видимо, или это аудио будет, мы на нашем YouTube-канале тоже разместим. Так что, друзья, видите, очень необычно, две встречи интересные, я хочу вас со всеми, со всеми сдружить, познакомить, кто еще не дружит, чтобы дружили, потому что я скажу. Сказано было давно возлюбие ближнего своего, но поскольку слово «любовь» очень неоднозначное, каждый трактует по-своему, и поэтому есть люди, которые не могут понять, как же мне любить, например, этого соседа, который все время мне голову морочит, как же я его могу любить. Потому что люди понимают слово «любовь» по-разному, и на самом деле мне кажется, что в возлюбии ближнего не имеется в виду любить эмоционально так, как ты любил девушку любимую, не об этом же речь идет. Но поможет нам разобраться во всем этом мой друг Роман Газенко, известный психолингвист и журналист, с которым мы будем делать скоро вебинар. Да, я его очень люблю и уважаю. Люблю, уважаю. Видите? Вот. Эмоционально тоже. Потому что этот человек интересный, глубокий, но вы посмотрите. Короче говоря, видите, вас ожидает сколько интересных, полезных событий. Так что возьмемся за руки, друзья, на основе человечности. И мы в нашем ютубе, так сказать, развиваем науку человечности, которая будет международным общим языком, потому что у нас участники со всех почти стран мира. Вместе мы создаем определение таких понятий, как любовь, сопереживание, чувство бесценности живого, счастье быть собой. А высшее счастье – это когда каждый остается самим собой, но при этом и все вместе. Вот это интересно. Вот это вот такой вот совместный поиск истины и созидания. Это очень важно, чтобы мы детей наших и внуков наших воспитывали не так, как сейчас нас заставляют воспитывать, без понимания глубинных смыслов развития, а только исполнителей. Поэтому мы рабами быть не хотим. Мы хотим быть творцами. До встречи, друзья.